Здравствуйте, дорогие телезрители! В эфире национального телевидения Чувашии программа «Спортивные надежды». Обычно мы знакомим вас с именитыми спортсменами республики или теми, кто только встал на путь большого спорта. Однако о каких достижениях может идти речь без соответствующей инфраструктуры, которая в столице Чувашии развивается стремительно. Ярким событием для Чебоксар стало долгожданное открытие центра маунтинбайка, аналогов подобному спортсооружению в России единицы. В том, что центр появился именно в Чувашии, немалая заслуга Ирины Калентьевой. Спортсменка до сих пор остается единственной россиянкой, обладательницей олимпийской медали по маунтинбайку. В этом же году она вновь представит страну на главных стартах четырехлетия. Настроение у нее вполне решительное. Улучшить свой результат показанный до этого в Пекине в 2008 году. Достижение Ирины – убедительный пример для молодых спортсменов. Будущие олимпийцы будут тренироваться в нашем центре. Центр даст возможность принять нам еще больше детей, любителей спорта. Это же центр маунтинбайка, как для развития вида спорта создавали. Но здесь очень большие возможности и для других видов спорта. Это и триатлон, фристайл, самбо. Надеюсь, мы увидим и уверен, мы увидим еще здесь и волейболистов, и баскетболистов. Открытие центра маунтинбайка совпало с проведением здесь же чемпионата и первенства России по велоспорту маунтинбайку. Поэтому почетных гостей, которые смогли оценить спортсооружение с профессиональной точки зрения, было достаточно. То, что для велоспорта такой прекрасный дворец спорта, но для нас это естественно, это уверенность в будущем. То есть есть немало мальчишек и девчонок, разбросанных там по разным местам, регионам. Здесь вот именно этот центр, этот комплекс, он позволяет всех собрать все сильнейшее, что есть сегодня в Чувашской республике, а может быть даже и в России, мы же сейчас рассматриваем и такой вопрос. Собирать сюда и на базе вот этого комплекса создавать резервные составы сборной команды России. И конкретно по велосипедному спорту маунтинбайку. Общий объем финансирования центра 435,5 миллионов рублей и более половины средства федерального бюджета. На эти деньги в спортивном комплексе удалось разместить многофункциональный спортивный зал, 4 специализированных зала и даже гостиничный корпус на 60 мест. Центр маунтинбайка оборудован 25-метровым и детским бассейнами и тренажерным залом, который смогут посещать все желающие. На низком старте и открытие Чебоксарской спортивной школы Олимпийского резерва по настольному теннису и стрельбе из лука имени Ирины Солдатовой и физкультурно-оздоровительного комплекса по Эгерскому бульвару. В этом спортивном комплексе будет располагаться спортивная школа имени Олимпийского чемпиона Ульяна Соколова. Это профильный вид спорта бокс. Мы рассчитываем, что на сегодня из количества боксеров увеличится тоже порядка на 15%. Освободившийся зал будет переоборудован под тяжелую атлетику. Тот зал, который нам предлагают, действительно я в нем был, он мне очень понравился. Если рассуждать, что нам только для тяжелой атлетики его дают и другого вида спорта не будет, я думаю, что со временем его можно очень хорошим центром сделать для тяжелой атлетики для Чебоксарской спортивной. Рядом с профессионалами будут заниматься и жители столицы, неравнодушные к своему здоровью и любящие физическую культуру. Для них на базе ФОКа предусмотрены тренажерный зал и бассейн. Стоимость спортсооружения составила чуть более 150 миллионов рублей. Вклад же в здоровье горожан бесценен. Событие, которое обсуждает сейчас весь спортивный мир республики. В Чебоксарах создается еще одна муниципальная команда. В этот раз хоккейная. Теперь помимо баскетболистов из чебоксарских ястребов на счету столицы будет команда, которая уже в предстоящем сезоне выступит в первенстве высшей хоккейной лиги. Тренировочной базой новой дружины станет Ледовый дворец Чебоксары-Арена. Новая хоккейная команда, которая будет финансироваться из бюджета города Чебоксары, это не правоприемник Сокола. Это новая хоккейная команда. Это новая. Это другая хоккейная команда. И состав, который на сегодня будет привлекаться в эту команду, его определяет главный тренер. Главный тренер. Если он считает, что туда входят, могут войти игроки Сокола по своим профессиональным качествам, значит, они туда войдут. В прошлом сезоне первенства ВХЛ наш Сокол показал себя самоотверженной, сплоченной командой. Как проявят себя чебоксарцы, жители и гости республики смогут наблюдать с середины сентября. Первые матчи первенства высшей хоккейной лиги сезона 2016-17 годов пройдут 16 и 17 сентября. Поведет нашу команду в этот раз Сергей Нуржанов, известный нам с прошлого сезона как наставник хоккейного клуба Нижнего Тагила Юниор Спутник. Пока хоккеисты готовятся к предстоящему первенству, на стадионе «Спартак» города Чебоксары идет активная подготовка к встрече футболистов. И каких? Столица Чувашии выбрана в качестве города, где расположатся две тренировочные базы во время проведения в России чемпионата мира по футболу 2018 года. Конечно, пока наши стадионы не соответствуют требованиям FIFA. По мировому стандарту футбольная тренировочная площадка должна иметь натуральный газон, устройство автополива, раздевалки площадью не менее 100 квадратных метров и крытые трибуны вместительностью не менее 500 мест. Россия должна предоставить командам-участницам на выбор 64 подобные базы. И чебоксары в этом списке есть. На реконструкцию стадиона «Спартак» уже выделено 44 миллиона рублей из федерального бюджета и 11 из республиканского. Они должны быть освоены до конца этого года. Первая очередная, естественно, наша задача – это само футбольное поле полностью. Здесь газон мы вывозим, что имеющий газон мы вывозим, вместо системы дренажа сделаем, систему полива, и завозим новую землю, и, естественно, посев будет. Успеть должны засеять в этом году. Также здесь планируется у нас на стадионе строительство двух раздевалок по 100 квадратов каждый. Наряду со строительными работами совместно с МВД и ФСБ активно ведется работа по обеспечению безопасности сборных участниц Мундиаля. Будут монтированы дополнительные видеокамеры цифровые, которые будут позволять нам более эффектно, качественно просматривать всю территорию в целях безопасности. Также турникеты будут устанавливаться и также шлагбаумы. А само футбольное поле также будет огорожено ограждением. Всего на реконструкцию стадиона предусмотрено 134 миллиона рублей. Оставшаяся часть суммы поступит в будущем году, тогда же будут выделены средства и на реконструкцию Олимпийского. И уже после всех работ стадионы нашей республики будут представлены командам-участницам Чемпионата мира в качестве потенциальной тренировочной базы. То, что Чемпионат мира по футболу 2018 года проходит именно в России, безусловно, оказывает свое влияние на развитие этого вида спорта в регионах страны. Чувашия в этом плане не исключение. Стадионы в Чебоксарах всегда готовы принять всех желающих, из которых в последующем вполне могут вырасти спортивные надежды не только Чувашии, но и всей страны. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова